В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной просветительской премии «Знания». Жюри выбрало 29 победителей из более чем 3000 проектов. За вручением наград следил мой коллега Борис Иванин. Премия «Знания» — это своего рода Оскар в сфере просвещения. Здесь, перед Московским театром мюзикла, есть даже своя красная ковровая дорожка, которую, правда, слегка припорошил Снежок. Но этим вечером ждут на ней не актёров театра и кино, а журналистов, общественных деятелей, преподавателей вузов, школьных учителей, в общем, всех тех, для кого просветительство — это призвание и даже в некотором роде самопожертвование. Главный приз — «Хрустальный куб» с логотипом «Общество знания». Такой вручали каждому из 29 лауреатов в 14 номинациях. Конкуренция серьёзная. Только в шорт-лист премии включили более сотни проектов. А всего заявок на участие прислали свыше 3000 со всей России. И везде важен личный пример. Возрождение «Общество знания» началось в апреле этого года с послания президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Но важно, что он не просто дал такое поручение, а уже через месяц сам принял личное участие в первом марафоне «Общество знания». И во втором марафоне в сентябре его тоже открывал наш президент. И, знаете, на Востоке говорят, что для настоящего наставника ученик — это не сосуд, который надо наполнить знаниями, это факел, который надо поджечь. А для того, чтобы поджечь, надо самому гореть. В номинации за вклад в просвещение на телевидении и радио лауреатом стала программа «Вопрос науки». Она выходит на канале «Россия-24» и канале «Наука» из семейства ВГТРК. Премию присудили автору и ведущему Алексею Семихатову. Кстати, по образованию он не журналист, а физик. Окончил МГУ. «Мне важно перед глазами представлять нашу аудиторию. Это люди, у которых есть возможность интересоваться наукой. И хочется сделать так, чтобы им было интересно. И сделать это таким образом, чтобы человек без специальной подготовки, включившийся вот в эту передачу, мог бы представить себе, что происходит в науке в данной области». К сожалению, сам Алексей Михайлович немного приболел. Награду во время церемонии в Московском театре мюзикла получали его коллеги по программе. Алексей Михайлович Семихатов, ее бессменный ведущий, несомненно, один из главных популяризаторов научного знания в России. Удается ли нам? Удается, и мне кажется, и рейтинги свидетельствуют, и количество просмотров, которые мы набираем в цифровой среде, говорит о том, что такого рода программы, такого рода беседы, они востребованы. И вопрос науки, мне кажется, изюминкой этой программы, то, что она достаточно сложные вещи, не противореча научным знаниям, умудряется доносить до зрителя. Понятным языком. За выход в финал соревновались как отдельные авторы, так и целые творческие коллективы и просветительские проекты. Адам Калиматов представляет Всероссийское движение волонтеров и экологов, которое насчитывает уже более 150 тысяч человек. Из Ингушетии на церемонию он приехал вместе с мамой. В детстве первыми нашими просветителями являются наши родители. И, в частности, это мама. То есть, я думаю, это очень символично, то, что на этой премии она тоже пришла поддержать наш проект. Главный критерий для победы в этом году, который был объявлен Годом науки и технологий, один. Весомый вклад в развитие и популяризацию научной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных исследований, практическую учебную и методическую работу. Но даже те проекты, которые остались без призов, не останутся без внимания. Все проекты, которые были отобраны, которые прошли через общество знаний, мы реализуем в школах. И те фильмы, те замечательные лекции обязательно донесем до школьников. Это сегодня даст нашему молодому поколению увидеть и новые знания, и реализовать себя в будущем. Лучшим просветительским проектом в России стала Большая перемена, развивающая программа для школьников, которая помогает им раскрыть свои таланты. Лучшим просветителем знаменитый сердечно-сосудистый хирург, академик Лео Бакерия, который стал уже двукратным победителем премии знания. Это выбор жюри. Но свое слово могли сказать и сами участники проектов, путем голосования в интернете. Приз зрительских симпатий вручил генеральный директор общества знания и призвал остальных не останавливаться. Вы все победители. Вы уже лучшие из лучших. Я очень рад, что так много талантливых, выдающихся людей вносят свой вклад в общее дело просвещения, мотивации и вдохновения молодежи. Спасибо вам огромное за это. Примечательно, что денежных призов премия не предусматривает. Гораздо важнее общественное признание. Всех лауреатов пригласят к сотрудничеству с обществом знания. Они получат доступ к его медиаресурсам. За счет этого лидерам просвещения удастся расширить свою аудиторию. А организаторы, благодаря такому подходу, рассчитывают выявить настоящих энтузиастов своего дела. Борис Иванин, Дмитрий Шевелев, Иван Заморин, Елена Помельникова. Вести.